У меня нет аэрографа, ничего, даже нет. Придется заморачиваться так. Всем привет! Сегодня займемся покраской нашего грузовика. Из комментариев я понял, что большинство зрителей хотят, чтобы я его покрасил в Оптимуса Прайма. Ну, хотя в фильме был на самом деле немного другой грузовик, а не такой, как этот. Но я попробую это сделать. Я, конечно, тот еще покрасочник на таких поверхностях. Но займемся. Собственно, там будет два цвета, красный и синий. Потому что языки в ламени там двух цветов в фильме использовались, поэтому придется немного заморочиться. Ну, давайте. Для начала я его сначала прогрунтую, грунтовкой покрою. И потом уже займемся его покраской. Ну что же, наш грунт высох. Теперь займемся покраской уже нашего кузова. Объясню смысл такой маскировки. Если вы помните Оптимуса Прайма, у него спереди идут синие языки пламени и сзади начинаются где-то от двери красные языки пламени. Соответственно, у меня нет аэрографа, ничего. То есть я буду действовать вот таким своим способом. Покрашу переднюю часть сейчас в синий цвет, заднюю часть в красный. Потом языки пламени замаскирую, грубо говоря. И покрашу переднюю часть в красный и заднюю в синий. Вот такая заморочка. Поэтому сейчас займемся покраской. То есть вот так вот. Значит, сейчас синим цветом сюда, чтобы языки пламени были синие. Потом сниму этот, когда высохнет, да, замаскирую переднюю часть. И заднюю часть покрасим уже красным цветом. Ну и крышку тоже нужно будет красить красной, потому что на ней будут тоже языки пламени красного цвета. Заморочка, да. Ну, приступим. Так, ну что же, синий цвет высох. Теперь маскируем его, оставляем. И заднюю часть сейчас буду красить в красный. Конечно, можно красить не до конца. Заднюю часть вообще не буду красить, потому что языки пламени пойдут, ну, грубо досюда, да. Может вот досюда, дотяну их там, посмотрю. Поэтому можно особо краску не расходовать и покрасить по минимуму. Итак, на грузовик наклеены языки пламени. Это обычные наклейки, знаете, вырезал, просто сидел, тупо вырезал. И посмотрим. Я не знаю, что из этой затеи вообще выйдет. Сейчас, значит, переднюю часть красим в красный цвет, заднюю красим в синий цвет. Наклейки сдираем все и, по идее, должны получиться языки пламени. Ну, не знаю, как это будет в реальности. Поэтому, ну, давайте посмотрим. Значит, передняя часть нашего автомобиля высохла. Нанес я туда три слоя. Все это замаскировал вот таким вот способом. И теперь заднюю часть буду красить в синий цвет. Ну, слоя два, наверное, дам точно. Дождемся высыхания и снимем маску с языков пламени. Посмотрим, как это вышло вообще и получилось ли у меня что-нибудь. Собственно, после снятия наклейок вот такой вот внешний вид он принимает. Снимаем наклейки, покрываем еще в три слоя прозрачным лаком. И даже начинает немножко блестеть уже другой вид. Наклейки снимались, конечно, тяжело. Некоторые вместе с краской сходили. Поэтому есть много недочетов. Но, я думаю, для первого раза нормально. Потом всякие закроются, еще все недостатки. Внутри не красил, то есть грунтом и арки. Единственное, только покрасил. После установки труб, как мы видим, закрывается переход с задних языков пламени. И начинает смотреться уже лучше. И зеркала тоже уже установлены. Устанавливаем боковые элементы. Решетка радиатора уже тоже здесь неплохо смотрится. И внутри панель приборов черная. Верхний обтекатель покрасил только в синий цвет, без всяких языков пламени. Потому что, я думаю, они там будут лишние. Устанавливается просто сверху, прямо на четыре винта крепится. Ну вот, после установки уже становится полноценная кабина. Уже смотрится куда более лучше. Ну и да, думаю, языки пламени были бы здесь лишними. Так, значит, на шаську устанавливаем сиденье. И устанавливаем свет фары. Стандартный комплект, не знаю, светодиодов, белые и оранжевые. Подключаем прямо в приемник. Я не стал заморачиваться с внешним беком. Питание будет есть мало, скажем так, потребления. Поэтому просто установлю прямо в приемник. Значит, получается два белых и один оранжевый. Без всяких поворотников, без всего просто будет постоянный свет. На самом деле, мне не нравится, как на моделях работают поворотники. При каждом повороте колеса. Я считаю, это слишком лишнее. Но у меня будет просто гореть. Итак, все установлено, все подключено. Так горит. И, если вы заметите, то в бампере тоже стоит два светодиода. Ну, вот, собственно, все подключено. Значит, получается два в бампере, в фарах еще шесть. И сзади шесть тоже не стал заморачиваться. Просто поставил все красные, какие были в комплекте. То есть, это был набор без всяких выключателей и прочего. Подключаем. Так, вот так это смотрится. Теперь уже более копийно получается на фуре. И довольно-таки ярко. Даже немного светит в темноте. Даже видно, куда едем. Итак, в принципе, все готово. Здесь провода идут от задних габаритов. Сцепное устройство. Ну, работает от руки. От сервы не работает у меня, к сожалению. Ну, ничего, подключим так. Регулятор скорости, приемник, две сидушки, мотор, провода и две сервы. Одна рулевая, другая на коробку. И сама корка с парами. Вот, значит, по времени. Сборка шасси где-то 10 часов. Все, покраска под Optimus Prime заняла у меня тоже порядка 10 часов. Очень много заморочек было. Плюс я делал это первый раз. И, ну, сборка кузова, да, то есть установка света, настройка автомобиля, установка электроники еще порядка 5 часов. В общем, затрачено в целом где-то 25 часов. Ну, не знаю. Ну, довольно-таки долго на самом деле. Но, я думаю, получилось вполне неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА